здравствуйте друзья вашему вниманию гирпес адольфович наш любимый всемогущий лаборант решил поглумиться над сотрудником банка траст обратите внимание просто спокоен как танк от того аж подрывает на части причем под конец слушайте до конца убедитесь очень интересный разговор сразу оговорюсь это из архивов мы подняли она незаслуженно как-то опустилась мало было просмотров с гирпесом адольфовичем решили реанимировать эту запись потому что то на мой взгляд одна из лучших записей гирпеса адольфовича так поехали да и вас кушать здравствуйте кто это слушаю я звоню с национального банка трасс моя фамилия беспал зовут сергей серёжа будьте любезны я тут помещение в большом если можно поотчетливо это пропадает качество связи не ахти нас интересует ваше обязательство по двухстороннего договора в нашем банке задолженность существует проблема на данный момент так и не решена ну да я же вашим коллегам сообщал что у меня форш-мажор наступил они сказали обсудят с высшим руководством ну и они сообщают отдельно что вас наступило что форш-мажорные обстоятельства обстоятельства непреодолю мои силы нет но форш-мажорные обстоятельства по-моему я каком-нибудь подговор вы взяли на себя о договором вы на себя не могли такие обстоятельства которые вы не могли преодолеть как-то как обстоятельства операции на территории того региона где вы находитесь ни одно контртеррористическое мероприятие не проходило даже в закрытом отношении не имеет к вашим обязательствам не могу человека заговор должен быть я надеюсь ваш договор соответствует действующим законодательством а законодательстве строго написано что почему вы перебиваете человека старший себя по возрасту скажите пожалуйста вообще с гражданин у меня 34 года ой извините ваш голос достаточно молодой ну хорошо сохранился но так или иначе четко формулировка существует законе что относится к обстоятельствам непреодолимой силы в том числе политические изменения в стране а почему меня гражданин называете вам будет приятно если я к вам буду обращаться не Серёжа а гражданин гражданин Серёжа это что же неправильно мне вообще не надо обращаться Серёжа как же мы с вами общаться с тобой мое имя Сергей Сергей вы хотите? а Серёжа ну Серёжа мне как-то больше инфонирует потому что это нормально я считаю общечеловечес魚 похожие общечеловеческие отношения как вы сказали граждане прокурор правовые взаимоотношения ну а они что их исключают человеческие или вы на такой работе что вы сами по себе исключаете давайте конструктивно вести диалог без вмешательности на ласкатiveness невероятно конструктивный диалог у нас сейчас с вами наступил где же тут отсутствие конструктива ну у вас сейчас на данный момент ведутся именно с вмешательности ласкат delighted Если вы считаете, что я говорю то, что вам не хотелось бы услышать, это не значит, что диалог неконструктивен. Как раз таки я пытаюсь вывести... Сережа, вы ничего там не перепутали, а? Нет, а почему я должен что-то перепутать? Вы почему проблему свою не решили-то, а? А почему вы с тем и на тему прыгаете? Я же вам объяснил. Я, по-моему, отчет для вас сообщил. Будьте дома, там, с супругой, если она у вас есть. Хорошо, все договорились, Сергей, извините за фамильярность. Которая там Екатерина Александровна и с кем там... Она, слова там нет в ее имени. Она Екатерина Александровна. Там интересуют ваши обязательства. А я вам объяснил, вы мне задрите вопрос, я вам объяснил, почему я их не выполняю. Она ваши личные цели. И отвечать вы будете. Ну, хорошо. И постмажорные, как вы говорите, обстоятельства, вы эти все брали на себя. Как это? Я поле... Вы все, вы переоткениваете мои возможности, Сергей. Да, вы их брали на себя. Я не мог изменить политические обстоятельства в стране. Не мог никак, и вы не можете. Проби те обстоятельства, которые закреплены в 375-й статье гражданского кода. И все там закреплено, пожалуйста. Это те обстоятельства, которые вы сами не могли повреждать. Да вы не повышаете голову, это у вас теперь хорошо слышу, я вышел в более хорошее помещение. Это контртеррористические мероприятия, либо действия на той или иной территории, на которой вы находились. У нас сейчас в стране у вас все идет контртеррористические мероприятия. Вы знаете, сколько всего? Вы знаете, я не смог по рабочим делам выехать за границу. По рабочим делам, да, вы не смогли. Да, а я в этой среде не смог зарабатывать. Вы знаете, сколько мы сейчас работаем в странах и за границей? Нам все равно, вы понимаете? А как же мы тогда с вами будем разговаривать, если вам все равно? Что же вы думаете от того, что вы мне звоните и включите на меня? У меня деньги появятся? Все действия, которые вы нам должны. Ой, да что же вы сами с тобой-то? В параллели ведете разговоры. А вы здесь сладитесь за какие-то придуманные форс-мажорные обстоятельства. Как вот на вас они повлиялись сейчас лично? Вы голодаете? У меня отсюда денег. Нет, я не говорю, да, я вынужден обеспечивать ее в первую очередь. Почему вы меня... Ну ладно, так же, на сотовый телефон вы себе регулярно кладете денежные средства. Не правда ли вы... Денежные средства, да, в адвокации я без этого общаться буду с вами. А кто сейчас денежные средства вообще задержал? Будьте любезны меня назвать по имени или хотя бы по имени-отчеству, а то мне не совсем приятно, если я чувствую, как школьник. У вас в паспорте гражданин написано, что у вас фамилия Дос. Я к вам буду обращаться как гражданин Российской Федерации. Да, вы, наверное, полицейский в прошлом, да? И вас, наверное, вы не прошли аттестацию, нет, вы милицейский. И не прошли аттестацию, и вас уволили, и вы ничего лучше не нашли, как пойти работать, попрощаются с телефонами, да? Вы надеетесь меня испугать? Учитывая, что вы сейчас придумали. Сергей, вы надеетесь меня испугать? Вы опять же что-то путаете. Вы опять же все перепутали. Вы претите, голос получаете. Моя прошлая профессия. А я спокойно с вами разговариваю. Я к вам вообще никакого отношения не имею. Вы военнослужащий, да? Наверное, физическая подготовка не позволила дальше служить, да? Которые вы брали. Или вам мозги в конце дела? Да, точно угадал. Опять же вас не интересует, понимаете? Как это не интересует? Что интересует про меня? А я не могу поинтересоваться, что не общаюсь, что ли? Я для вас являюсь непосредственным. Кто? Кто за смех такой? Это кто, наверное, сейчас я не могу понять. Интрига, интрига. Кем вы для меня являетесь? Кем? Еще раз, пожалуйста. Кто? Кто? Секунду. Мы являемся вашим кредитором. Не-не, вы сейчас, Сергей, ты мне сказал, что ты являешься моим непосредственным. Кем? Нет. Кем? Кредитором. Кредитором. Ты свое место не путаешь. Ты не кредитор. Ты сотрудник. Вот такой замечательный диалог получился. Там, наверное, этот наш сотрудник банка долго еще под солба вытирал от злости, от бессилия. Ну и так ему и надо. Друзья, я вам предлагаю серьезно отнестись к ситуации. И если вы хотите обратиться за юридической защитой к высококвалифицированным юристам компании Аля, то пожалуйста, для ваших услуг есть наши специалисты, которые разобрались уже с не одной сотней людей. Я имею в виду в хорошем смысле слова разобрались. И не с одним десятком банков и микрофинансовых организаций тоже разобрались в том самом смысле, который в принципе в этом отношении подходит. Итак, ссылочка на наш сайт в описании любого ролика. И этого в том числе. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Пожалуйста, пройдите по ссылочке, посмотрите видео и оставляйте заявку на обратный звонок наших специалистов. Мы будем звонить с телефона, который указан в правом верхнем углу сайта. Пожалуйста, не пропустите звоночек от наших специалистов. Забейте себе ВКонтакты, чтобы он у вас был специалист и компании Аля, либо юрист и компании Аля. И тогда вы увидите, что мы звоним, возьмете трубку и поговорите. Для вашего же удобства сейчас в правом верхнем углу видео-трансляции выйдет кликабельная подсказочка. Тоже нажмите на нее, если вам так удобнее будет, я думаю, чтобы не рыться в описании. И также попадете на наш сайт. Я хотел бы еще предложить, знаете, что кто недавно на нашем канале, кто хочет со мной лично познакомиться, увидеть меня воочию, руководителя компании Аля. Прям понять, что на самом деле мы делаем. У нас есть плейлист, где я отвечаю на вопросы наших слушателей, которые они задают в комментариях. Ну и вообще задают часто вопросы в личку мне и так далее. Ссылочка на плейлист сейчас выйдет в правом верхнем углу видео-трансляции. Вот она. Видите, да? Кликните, посмотрите, пожалуйста, видеообращения мои к подписчикам канала, к посетителям канала. Ну и также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика. Мы ВКонтакте все ролики дублируем. И так там много всего интересного. Еще раз повторю, для тех, кто устал сидеть в долгах, кто хочет документально закрыть все вопросы перед банками в законном формате, строго в законном формате, а не просто так, как-то по знакомству, либо по влату, мы эксплуатируем строго законные методы. Если хотите убедиться, посмотрите видео на нашем сайте. Еще раз смотрите. В правом верхнем углу выходит кликабельная ссылочка. Вот она. Ну и обращайтесь к нам без страха и без сомнений. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алян». Всего вам доброго, друзья. До свидания.